МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Древнее боевое искусство с северным характером. Побываем на открытой тренировке на Красной пристани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с тревожных новостей. В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания. ЧП произошло на реке Онега в районе села Конева. По предварительным данным, 9-летний мальчик отдыхал на берегу вместе с родственниками, но в какой-то момент был потерян из вида. Есть основания полагать, что ребенок попал в омут и его затянуло в воду. В этом сезоне это уже седьмой случай гибели несовершеннолетних на воде. Трагедии произошли в реке Кокшинга Устьянского района и на реке Пинега. Следственный комитет ведет проверки по всем фактам. Несмотря на неоднократные предупреждения для взрослых, уровень беспечности остается критическим. Хотя вся ответственность за детей в случае трагедии лежит именно на родителях. Увы, но и уголовное тоже. К другим темам. В поселке Кизима Устьянского района завершился капитальный ремонт Дома культуры. Возможностей у здания теперь много, только вот из-за пандемии не всем можно воспользоваться. Но первые шаги делаются. При поддержке благотворителей удалось закупить мебель для обустройства молодежного пространства. В Доме культуры были приобретены яркие диванчики для молодежной каворкинг-зоны. Также приобретены журнальные столики, столы книжки, выставочные стеллажи, лавки. Теперь Кизимский дом культуры – это не только работа клубных формирований, но и креативная зона. После снятия ограничительных мер планируется проведение мероприятий с привлечением молодежи не только устьян, но и других районов области. 2,5 миллиона рублей такой грант получил Северодвинский городской музей. Местный бюджет добавил еще 1 миллион. В итоге будет преображать городское пространство. Как именно, узнал Николай Цып. Грант в 2,5 миллиона рублей выиграл проект «Культурный код города в контексте городских историй». Автор – директор некоммерческой организации «Центр социальных инноваций. Открытая идея» Светлана Пачина. Она и директор музея, который в проекте задействован максимально. Музей становится в проекте центром сохранения смыслов, сохранения истории и вообще формирования культурного кода нашего города и горожан. Мы все прекрасно понимаем, что в музее огромное количество историй, огромное количество материалов, которые мы можем транслировать на самые разные стороны жизни нашего города. Первое направление – дизайном развивать туристическую привлекательность Северодвинска. Куратором стал Илья Кузубов. Его команда готова перенести исторические фото города на фасады. Но в ином виде и с помощью учеников художественных школ города получится целый арт-квартал в центре. «Добавить немножко культуры и искусства. И как раз совместить исторические фотографии, показать, как город строился и живут 50 лет назад, 50-60-х годов. И добавить как раз цвета, добавить жизни от молодого поколения северодвинска, что очень важно». А позже все рисунки будут объединены в два разных экскурсионных маршрута. Второе направление взяла Анна Злотко. Известный дизайнер объединит усилия дома-музея «Марьин дом», деревни Чакала, филиала-музея в селе Ненокса, художников и дизайнеров региона Москвы и Санкт-Петербурга. «Есть огромный интерес арт-сообщества к истории Северодвинска и в том числе Ненокса, потому что в сентябре 2020 года мы приезжали с художницей. Я показывала ей территорию, и она сказала, что у территории огромное потенциал, и, конечно, нужно его развивать дальше». Так, например, московская художница Ульяна Подкорытова выбрала Неноксу для съемок своих видеоинсталляций. Результатом работы станет запуск новой арт-резиденции в селе. А в третьем направлении участие примет городской парк культуры и отдыха. Под руководством сотрудников музея и ивент-агентств куратор Любовь Ильина модернизирует дизайн городских праздников и событий. Проект реализуют в ближайшие полгода. Николай Цыпь, Юлия Куницкая с «Регион-29». Известному журналисту Владимиру Лойтеру вручен знак за заслуги перед Архангельском. Профессиональный путь Владимира Яковлевича Лойтера связан с развитием ТВ и документального кино. Более 20 лет он проработал на Архангельском телевидении, пройдя путь от корреспондента до главного редактора. Фильмы авторства Владимира Лойтера и студии «Поморфильм» о нашем великом земляке Ломоносове, академике Лаверове, выпускниках Соловецкой школы «Юнг», подвиге архангелогородцев «Годы войны» и «Братстве северных конвоев» были удостоены многочисленных премий. Сейчас Владимир Лойтер работает над фильмом в двух частях, посвященном юбилею Дервиша. Шахматы в движении. В центре Архангельска познакомиться с культурой фехтования можно, придя на открытые тренировки знатоков этого боевого искусства. Свой первый поединок провела Лидия Папуш. Удивительно красивый, тактичный и романтичный вид спорта фехтования сегодня набирает популярность. В средние века лишь представители аристократии занимались фехтованием, а сегодня любой желающий может попробовать себя в искусстве владения рапирой. Здесь и тренировка всех групп мышц и умение быстро реагировать. Не зря фехтование называют шахматами в движении. Своей партией уже пять лет успешно отыгрывает архангельский клуб «Варяг». Мы занимаемся различными видами фехтования. Основа у нас европейское историческое фехтование, в частности испанская разновидность дестреза. Я лично пришел в соответствии со своими мечтами детства, набил в поисковике, где можно пофехтовать в Архангельске, и попал в клуб, и пришел, и очень рад. Нашел единомышленников. Европейский вариант фехтования – это тяжелая испанская шпага, пришедшая на смену мячу. Оружие левой руки – дага, которое служит для защиты и нападения. Что необходимо обязательно для того, чтобы безопасно заниматься фехтованием? Самое главное – это защитная маска, шлем. То есть выдерживает прямые уколы, рубящие удары нашего, так сказать, любого оружия, которое у нас представлено. Это индивидуальная защита. Также при необходимости для некоторых видов – это перчатки, защита руки и кисти. Ну и разновидность защиты корпуса – это колет, либо у нас есть защитные костюмы от спортивного фехтования. Увидеть ребят в действии можно на летних открытых тренировках. Накануне такая прошла на Красной пристани. Действо увлекает и вовлекает в это искусство все больше людей. Я очень жалею, что хотя бы лет 10 назад, когда здоровья было побольше, не пришел к этому виду. Так, ну, молодым начинающим, ведь это было бы желание, всему можно научиться. Главное – прийти и попробовать. Попробовать в клубе также предлагают искусство тай-дзи и йогу. Лидия Папуш, Денис Линчевский, Регион 29. К этому часу все. Я желаю вам отличного настроения и до встречи в 19 ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова